О чем говорил президент Российской Федерации Владимир Путин? Наконец, очень важный вопрос. Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, в социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни. Международный день родного языка. Человек должен знать свой родной язык уже как бы с пеленок. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Алина Халимова. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского Федерального Университета состоялось открытие 8-го российско-китайского молодежного форума «Волга Янцзы». Он является площадкой для переговоров о перспективах развития межевузовского сотрудничества, в том числе академических обменов студенческой мобильности и совместных образовательных программ. В этом году форум проводился по трем направлениям. «Цифровая экономика и электронная коммерция», «Предприниматель и создание бизнеса» и «Культура и туризм». Состоялось ежегодное послание президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию. Какие темы были затронуты и что важного наметил президент на предстоящий год, расскажет моя коллега Аделина Абдрахманова. Уважаемые депутаты Федерального собрания, сенаторы, депутаты Госдумы, уважаемые граждане России, с сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа. 21 февраля состоялось ежегодное послание президента Российской Федерации Владимира Путина к Федеральному собранию. В своем обращении президент Российской Федерации затронул множество аспектов, касающихся предстоящего года. Президент был настроен на тот курс, который он пропагандировал весь 22-й год, и, соответственно, именно этот курс и был в основе всех его высказываний, всех тейсов, которые касались очень разных событий. Одной из центральных тем стало развитие образования и науки. Владимир Путин отметил возвращение к традиционной системе базовой подготовки специалистов с высшим образованием. Срок обучения будет составлять от 4 до 6 лет. Как отметила глава Минобранауки Российской Федерации Валерий Фольков, Россия не входила в баллонскую систему. Дипломы, полученные по программам бакалавриата, продолжат котироваться в России и за рубежом. Аспирантура же станет отдельным видом подготовки, направленным на научную деятельность. Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, в социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. Мы будем возвращаться в луны отечественного образования. Это президентская установка, это здорово. Но из тех буквально 7-8 фраз, которые он сказал о высшем образовании, пока очень трудно делать какие-то конкретные выводы. Мы должны посмотреть на работу Министерства образования и высшего образования и науки, которые эти вещи будут доводить до ума. Немаловажны данные по уровню валового внутреннего продукта, который озвучил президент России. По предположительным данным, Россия предрекали падение ВВП на 20-25%. Однако в прошедшем году уровень ВВП снизился на 2,1%. Акцентировали внимание на увеличение минимальной оплаты труда. С начала 2023 года минимальный размер оплаты труда проиндексирован на 6,3%. С 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19242 рубля. Согласно российской конституции, в таком формате президент ежегодно говорит о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В выступлениях глава государства излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на ближайшее будущее. Последний раз Владимир Путин выступал с посланием в апреле 2021 года. Аделина Абдрахманова, Универньюс. 21 февраля – Международный день родного языка. О том, как этот праздник отметили в Казанском федеральном университете, расскажет наш корреспондент Аделина Абдрахманова. В последнее время, в последнее время говорят, заставляют людей учить родной язык. Такого не должно быть. Человек должен знать свой родной язык уже как бы с пеленок. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета в рамках праздника Международного дня родного языка состоялась лекция на Элифа Изулиной, доцента кафедры русского языка и методики его преподавания. Темой для лекции выбрали многообразие языков в Республике Татарстан. Основная мысль – это сохранение родного языка и популяризация именно употребления родного языка в повседневном общении, включение переписки на этом языке, потому что вы знаете, что наша страна довольно многонациональна, и, к сожалению, много языков, малых, уже находятся на грани вымирания. Открытая лекция представляла из себя рассказ о исторических и культурных предпосылках многоязычия, также обсуждение статистики проживающих народов на территории Республики. Студенты отмечают важность проведения подобных мероприятий. Сегодня проходит Международный праздник День родных языков, и как раз по этому случаю данная лекция очень актуальна, так как в нашей Республике проживает большое количество представителей разных народов и наций. Отметим, что проведение подобного рода мероприятий помогает студентам из разных стран изучить культуру других народов, а также окунуться в историю своего родного языка. Адалина Абдрахманова, Фаридзи Хитуглы, Универньюс. Как в Казанском федеральном университете помогают абитуриентам встать на ступень выше, расскажем в нашем следующем сюжете. 20 февраля в Аттелицее Казанского федерального университета для учащихся 11 классов состоялась лекция директора Института математики и механики имени Лобачевского Екатерина Туриловой по теме «Свойства функций в задачах с параметром». Проректор по образовательной деятельности КФО объяснила пути решения 17-го задания единого государственного экзамена по математике, которое вызывало у ребят большие трудности. 17-е задание на ЕГЭ – это задание в повышенном уровне сложности. Это задача с параметром. Они все ученики его решают, многие его боятся. Лично я тоже не всегда могу его решить, поэтому для меня эта лекция очень полезна. Она рассказывает о разных способах его решения, о подсказках. Проведение подобных лекций, безусловно, помогает школьникам легче адаптироваться к предстоящим выпускным экзаменам. Казанский федеральный университет активно участвует не только в жизни студентов, но и абитуриентов, информирует о направлениях подготовки, тем самым значительно облегчая поиски. КФО «Лайф» – цикл прямых эфиров для будущих первокурсников и их родителей. В режиме реального времени все желающие могут задать вопрос представителю интересующего института и получить быстрый ответ. Как правило, ключевыми темами обсуждения становятся проходные баллы, направление подготовки, перспективы карьеры, количество бюджетных мест и заселение в общежитие. Какие вообще у нас проходные баллы в этом году? Известны ли они сейчас или хотя бы примерно что-то? На что ориентироваться абитуриентам, когда они вот сейчас, например, готовятся только к экзаменам? Если мы говорим, что у нас абитуриент поступает по ЕГЭ «Физика», тогда там у нас будет 118, это минимальный порог для прохождения, для зачисления к нам в студент, для поступления. Если мы говорим про информатику, там чуть-чуть повыше будет порог, это 123 балла. Отметим, что в Казанском федеральном университете работает отдел организации приема абитуриентов. Он реализует комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективную работу приемной комиссии, проведение мероприятий цикла «Дни открытых дверей КФУ», организацию форумов и учебных тестирований по подготовке к ЕГЭ и многое другое. За подробную информацию обращаться по телефону 233 70 76 или лично по адресу улицы Кремлевская, дом 35, кабинеты 114, 115 и 210. О новом проекте, инициированном научной библиотекой Николая Лобачевского, расскажем в сюжете. В научной библиотеке Николая Лобачевского Казанского федерального университета прошел буккроссинг – хобби и общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном месте для того, чтобы другой случайный человек мог эту книгу найти и прочитать. Предполагается, что тот, в свою очередь, повторит это действие. Именно такой проект запустили сотрудники научной библиотеки Николая Лобачевского. Открытая полка в нашей библиотеке работает более 10 лет. Там представлены различные книги, как учебная литература, художество и так далее. А мы решили впервые сделать тематический буккроссинг. Сегодня тематический блок буккроссинга посвящен любви. А если быть точнее, произведениям, в которых преобладает романтическая, любовная сюжетная линия, такие книги всегда вызывали неподдельный интерес у читателей. Здесь книги представлены различных авторов, как зарубежных, классиков, современных авторов. На полках книги разбираются мгновенно, и мы поэтому каждый день пополняем эти книги. И также читатели приходят и пополняют. По словам сотрудников, буккроссинг очень распространен во всех библиотеках не только Татарстана, но и Российской Федерации. Важно, что инициатором именно тематической открытой полки буккроссинга была научная библиотека Николая Лобачевского Казанского Федерального Университета. Амира Ахтемов, Александр Кузнецов, Универньюз. В набережной Челнинском институте Казанского Федерального Университета состоялось награждение финалистов регионального этапа Всероссийского конкурса «Атмосфера». Конкурс направлен на выявление лучших работ в области права. Две работы в номинации «Научный фронт» были заявлены на конкурс от студентов кафедры конституционного, административного и международного права. В настоящий момент им предстоит участие в заключительном этапе конкурса, по итогам которого уже в апреле будут озвучены победители. Отметим, что победа в номинации предполагает премию в размере 150 тысяч рублей. О данном конкурсе мы узнали от своего научного руководителя. И буквально за пару дней мы придумали тему, мы освещали конституционные поправки 2020 года, и сама работа у нас была готова буквально за несколько дней. И вот так вышло, что со своим проектом мы победили в региональном этапе и вышли в финал конкурса. Сейчас наша работа находится на рассмотрении в Москве, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Несмотря на то, что мы обучаемся по специальности таможенное дело, мы также решили проявить свою гражданскую активную позицию и поучаствовать в этом конкурсе. Мы очень рады, что мы прошли финал этого конкурса и также надеемся на дальнейшую победу. На этом все. В студии была Алина Халимова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!